Сегодня депутаты Государственного Совета Чувашии приняли бюджет на 2019, 2020 и 2021 годы во втором окончательном чтении. Впрочем, не единогласно. За принятием решения наблюдала Ольга Пырочкина. 47,5 миллиардов рублей. Таков объем республиканской казны запланирован на следующий год. О том, сколько денег и на что планируется потратить, министр финансов докладывал депутатам уже как минимум два раза. На публичных слушаниях и при первом чтении на сессии Госсовета 16 ноября. В этот раз она озвучила только конкретные статьи. За счет средств Дорожного фонда в следующем году планируется построить 22,5 километра дорог местного значения отремонтировать более 300 километров дорог. При первом чтении единороссы были единогласны за принятие такого бюджета. И ко второму чтению ничего не изменилось. Никогда еще не было такого количества денежных средств, влитое дорожное строительство. В Новочебоксарске 24 дороги, 20 из них приведены в идеальное состояние. Да это был такой бюджет. 19-20 год. Я боюсь сказать, что будем делать 21-22-23, мы должны тут тратить Дорожный фонд. Но возможно, мы не отказываемся, но в Чебоксарске найдет куда-то израсходов. Парламентская позиция, которая голосовала против, тоже осталась на своих позициях. К сожалению, не учтенные предложения нашей фракции. Фракция КПРФ. Первое. Обеспечить муниципалитеты необходимыми дотациям о предоставлении год на оплату стоимости питания детям из многодетных семей. В настоящее время из-за нехватки средств некоторые муниципалитеты в республике вынуждены признавать многодетными семьями с четырьмя детьми. Гурнадский район, город Алаты. С пятью детьми. Альковский район, город Шумерля и Альковский район. Лично я голосовал против бюджета, потому что бюджет снова принимали с огромным профицитом, а это дает повод немного, как мне кажется, расслабиться, а и расслабляться нельзя. Надо бюджет принимать с дефицитом обязательно. У нас что, некуда деньги потратить? Куда потратить есть всегда, однако профицит необходим для сокращения госдолга, а это требование Минфины страны, отметила Светлана Янилина. В итоге 34 голоса за бюджет, 5 против. Решение принято. 47,5 миллиардов – цифра не окончательная. В течение года бюджет будут уточнять по мере поступления средств из федеральной казны. Первый транш ожидается уже в январе-феврале будущего года. 21 ноября Государственная Дома Российской Федерации в третьем окончательном варианте уже бюджет федеральный принят. И отрадно заметить, что в бюджете федеральном с учетом поправки уже в третьем чтении Чувашской Республики получат дополнительные безвозмездные поступления 3 миллиарда 218 миллионов рублей. Ольга Пырочкина, Валерий Резюков, Республика.